Понятно. Мария затронула тему выборов. Давайте туда ненадолго свернем. А вам не кажется, что ситуация там еще не решена окончательно? Жив царь или нет на сегодняшний день пока непонятно, но он и не объявляет о своем очередном выдвижении на свой же пост. Ожидалось, что это произойдет на этой неделе, на празднике национального единства. С чем вы связываете пока вот это затишье? Мария, Сергей, кто угодно. У нас тут демократия. Кто первый взял слово, тот и отвечает. Мария, я добавлю потом. У них еще не сформировалась конфигурация. Если говорить о том, кого и когда они вытаскивают из рефрижератора, то есть с этой свалки истории. Там ведь не только лежит давно уже никого, ну как бы вам сказать, не впечатляющий, разлагающийся, я бы даже сказала, образ Путина. Там еще есть такой же разлагающийся образ всех спойлеров, всех лет. Ну вот, соответствующий ему по возрастной группе, по серости, по однообразности, по рутинности. То есть все то, что не производит никакого впечатления ни на кого вообще давным-давно и является уже, в общем-то, просто очередной серией настучившего изрядно представления. И тем не менее, я полагаю, что окончательно они еще не решили, кто все-таки составит ему вот эту самую кампанию. Поэтому еще пока нету окончательной конфигурации. Сергей. Да, я здесь с Марией соглашусь. Да, действительно, они пока еще не решили. Плюс там есть юридические вещи, потому что на самом деле Путин, кстати, на это уже ответил в сентябре месяце, когда ему задали этот вопрос. Он сказал, что выборы назначает Государственная Дума, и пока они не назначены, и как бы не о чем разговаривать. А их назначают обычно в конце декабря года, предшествующего выбору. Это с одной стороны. И с другой стороны, я согласен, конечно, что есть сомнения, потому что я вам напомню, что Российская Федерация находится в состоянии военного положения. Военного положения полного на пяти оккупированных территориях украинских, которые включены в Конституцию Российской Федерации. 22 региона центральные в состоянии повышенной боеготовности, а вся остальная территория в состоянии тоже войны. И поэтому в этом состоянии они могут вообще не проводить эти выборы. Но некоторые видят в этом сигнал, что, возможно, готовится операция «Приемник». Почему нет? Вы знаете, я думаю, что Сергей сказал, наверное, краеугольную мысль, высказал, когда вот как раз-таки мы обсуждали потенциальные похороны двойника. О том, что он впился намертво и не мыслит себя ни в каком другом состоянии, кроме как вот этим узурпатором, этим вождем, царем, я не знаю, кем он себя мнит. Поэтому мне кажется, что любой разговор о преемнике, если мы берем за основу эту именно его особенность, то тогда, значит, его любая подобная информация должна раздражать. Все те, которые, может, и хотели бы зайти с таким предложением, пожалуй, побоятся это делать. Казалось бы, есть, конечно, у них наработки. Ну, предположим, если бы оба Патрушевых не были бы запойными, особенно сын, то тогда, наверное, он был бы более компромиссным по отношению к другим претендентам. Потому что, допустим, Мишустина они откровенно считают барыгой. То есть поймите, Патрушев вот в этом своем, как бы, на этом балу вампиров выдумал некое неодворянство, которое должно состоять, с его точки зрения, вот из самых проверенных чекистов, которые, вот, понимаете, с самым этим, я уже не знаю, там, может, Сергей меня поправит, как там у них это все, вот, в этих формулировках с каким-то там холодным, с чем холодным и так далее. Вот. Но, тем не менее, для этого, вот этой категории, которая именяет себя вот этим новодворянством, для них Мишустин находится вот как раз вот в понятии барыга. Он им не подходит, поэтому. Значит, ковальчуки, они бы с гораздо большим удовольствием поставили бы Кириенко, которого они давно на эту должность уже готовят. Другое дело, что Кириенко крайне непопулярен, потому что еще есть не совсем такие рыбки-гупи среди заложников путинской власти, а есть еще те, которые помнят фиаско 98-го года, как они обнищали благодаря премьерству этого киндер-сюрприза. Поэтому опять не та кандидатура, малопроходная. И вот мне кажется, что много кто, да даже Медведев упомянутый, и тот, когда-то еще фантазировал про реконкисту, про возврат и освобождение, главное, тех, кто в него когда-то поверил, то есть братья-миллиардеры, Магомедовы, Сумма-групп, или министр без портфеля Абызов, которые вот, так сказать, с тех самых пор, с 2011 года, после того, как Медведев сам себя не поверил, в отличие от вот этих его наперстников, вот с тех самых пор они и претерпевают самые, так сказать, неприятные стороны российской жизни, а именно за стенки тюрьмы и лагеря. Также, наверное, в контексте этого возможного преемника, теоретически можно было бы обсуждать гораздо более широкий круг лиц. Ну и тут, может быть, Сергей подскажет, потому что я, в принципе, думаю, что те основные, которые уже давно над этим работают, ну, наверное, это вот они и есть. Но мне кажется, что ни у одного из них нету не только шанса, но даже смелости заговорить об этом с Путиным непосредственно. Сергей, и сразу прокомментируете, вам кажется, что Сергей Патрушева очень много последние две недели стало в медиапространстве. С чем это может быть связано? Вы знаете, я абсолютно согласен с Марией по поводу того, что Путин не отцепится от власти. Путин все сделал. Ведь Путин на самом деле очень плохой руководитель, потому что хороший руководитель готовит себе смену. Причем ее готовит при жизни. Ему не надо будет уходить. Вот если бы он был хорошим руководителем, он бы отсидел два срока, подготовил бы себе кандидата, потом бы его переставал, вот так как он примерно делал с Медведевым между 2008 и 2012 годом. Но сорваться от власти он не смог. И когда в 2011 году была интрига, что Медведев может оказаться у власти, о которой рассказала Мария с помощью олигархов, которые за ним стояли, Путин очень сильно испугался и дал себе слово никогда больше. Никогда никому не верите, никаких преемников больше не делайте. Поэтому это абсолютно невозможная вещь. И на самом деле, вы знаете, вот когда у Путина, при Путине хотят кого-то закопать административно, тогда начинают этого человека раскручивать. Вот так раскручивали его бывшего охранника, который сидит в Туле. И поэтому он, кстати, регулярно, Дюмина, да, который регулярно обламывался, потому что он хотел быть и министром потом, и вице-премьером, и никуда его не... Потому что как только ему начинали петь дифирамбы все вокруг по телевизору, Путин тут же немедленно... И вот у меня такое впечатление, что с Патрушевым происходит сейчас то же самое. Потому что с подачи генерала СВР Валерия Соловья Патрушев якобы является руководителем России. И, значит, из-за того, что его сейчас везде показывают, если какой-то Путин реально существует, то Путин может это не выдержать и вообще даже может снять этого Патрушева. Субтитры создавал DimaTorzok